Всем привет! Сегодня у нас очередное грамматическое упражнение для начинающих изучать английский язык. Предложение, как вы видите, на использование слова «быть» глагола в прошедшем времени. Была, было, были и так далее. Как же перевести на английский такие предложения? Давайте сразу с практики. Первое предложение. Наташа была дома. Глагол «быть» – это вообще to be. Наверное, все такое слышали. Который в настоящем времени превращается в такие, как бы имеет три маски. M is R. Он, кстати, является неправильным глаголом. Это те самые глаголы, у которых нужно заучивать три формы. Так вот, три формы глагола to be – это be, was, were, been. Вот там, во второй колонке, где должна быть у остальных глаголов одна форма, ну, собственно, она там и есть, у глагола to be, как вы слышите, две – was, were. Это как раз-таки от того, что есть одна форма для единственного числа, was, а were – это для множительного числа. То есть, was – это то самое is в прошедшем времени, а were – это в прошедшем времени are. Итак, чтобы было понятнее, давайте представим, что предложение про Наташу написано в настоящем времени. Наташа дома, то есть сейчас находится. Наташа. Здесь стоит подсказка, что предлог будет at. Вспомним, да, устойчивое выражение. Дома – это at home. Без других предлогов, никаких артиклей. At home – дома. Наташа is at home. Так бы мы сказали в настоящем времени. Не забываем, что сказуемое в английском должно быть обязательно. То есть, Наташа и какое действие Наташа выполняет. Даже если в русском этого действия нет. Мы просто говорим, кто Наташа, где дома. И получается полноценное предложение. В английском так быть не может. Обязательно кто, что этот кто делает, и потом уже все остальное. Наташа is at home. Наташа находится дома. А как вот теперь перевести Наташа была дома? Просто is меняем на was. Потому что вторая форма – это прошедшее время. Нам и нужна эта вторая форма. Наташа was at home. Теперь давайте сделаем это предложение вопросительным. Если вы также в прошедшем времени хотите спросить, задать вопрос. Наташа была дома? Так же, как и в настоящем времени, как мы выносим is на первое место, то же самое мы проделываем с глаголом was. Was Наташа at home? То есть, сказуемое и подлежащее меняем местами. И будем отрицать, что Наташи дома не было. Наташа не была дома. То же самое. В настоящем вы бы сказали, что Наташи нет. Наташа is not. А в прошедшем Наташа was not at home. Переходим ко второму предложению. Книга была на столе. Ну, давайте представим сначала это предложение в настоящем времени. Книга сейчас на столе, да? The book. Обязательно the book. С определенным артиклем the, потому что какая-то конкретная книга. То есть, не все книги лежат на столе. The book is, она там находится, on the table. На столе. On the table. The book is on the table. Но у нас просят перевод именно в прошедшем времени, что книга была на столе. Значит, мы просто вместо is скажем was. The book was on the table. Давайте зададим вопрос. Книга была на столе? То есть, меняем подлежащее и сказуемое местами. Was the book on the table? Артикль также остается. А то иногда почему-то, когда меняют местами, почему-то артикль куда-то девается. Артикль относится к существительному. То есть, с ним ничего не происходит. Книга как была конкретной, так и остается. То есть, утвердительно, еще раз. The book was on the table. Вопросительное. Was the book on the table? И еще давайте сделаем отрицание. Книга не была на столе. The book was not. Так же, как в настоящем вы бы сказали, что книги нет на столе. The book is not on the table. А в прошедшем просто вместо is мы ставим was. The book was not on the table. Предложение номер три. Так, книга интересная. Я уже неоднократно говорила про ляпы и опечатки в этом пособии. Да, к сожалению, встречаются. Но давайте мы сами представим, что предложение написано тут в прошедшем времени. Все равно мы делаем и в настоящем, и в прошедшем. Допустим, дано та книга была интересная. Ну, давайте переведем сначала вот так, как дает пособие. Та книга интересная, то есть является интересной в настоящем времени. That book. Вспомним указательное местоимение. Тот или та. That. That book. То есть не просто interesting, а не забываем сказуемое. Is interesting. Вот это мы перевели то, как написано предложение, то есть в настоящем времени. That book is interesting. А если здесь бы было слово была, да, та книга была интересной. That book. То есть теперь мы вместо is ставим was interesting. That book was interesting. Давайте спросим. Та книга была интересной? Меняем местами подлежащие и сказуемое. Was that book interesting? Все остальное остается так, как и в утвердительном предложении. Was that book interesting? И будем отрицать. Та книга не была интересной. That book was not interesting. То есть с глаголом быть все на самом деле легко. Там, где в настоящем времени вы хотите сказать is, вот там в прошедшем будет was. А где в настоящем времени мы ставим сказуемое are, то оно трансформируется в were в прошедшем времени. Давайте попробуем перевести четвертое предложение. Они были в Лондоне в сентябре. Итак, они были. Значит, если они сейчас в Лондоне, мы скажем, они находятся в Лондоне. They are in London. They are in London. А нам нужно сказать, что они были там в сентябре. Значит, are мы просто превратим в were, потому что это уже было. They were in London in September. Напомню, кстати, что названия дней, недели и месяцев в английском языке тоже пишутся с большой буквы. In September. С месяцами у нас всегда предлог in. В каком месяце. Так же, как в каком-то городе, in London, так и в каком-то месяце. Тоже in. In September. They were in London in September. Давайте спросим. Они были в Лондоне в сентябре? Что для этого нужно сделать, чтобы получился вопрос? То есть здесь, как видите, в таких предложениях, когда есть глагол to be, никаких вспомогательных глаголов нет. То есть они здесь не нужны. Глагол to be сам может себя отрицать, сам может себе вопрос задать. Но это я так образно выражаю, чтобы было понятно. Когда глагол to be, он сам просто выносит себя на первое место, и будет вопрос. Сам после себя ставит частицу not, и будет отрицание. То есть никаких do, does, did здесь не нужно. Значит, вопрос. То есть у нас было в утвердительном предложении прямой порядок слов. They were in London. They – это подлежащее, were – это сказуемое. В вопросе мы их меняем просто местами. Were they in London in September? Were they in London in September? И отрицательное предложение. Они не были в Лондоне в сентябре. They were not in London in September. Переходим к номеру пять. Это было замечательное утро. Новое слово появляется, да? Замечательное. Давайте вспомним, как же переводится это слово. Замечательный, ну, так скажем, будет wonderful, то есть чудесный. Можно сказать замечательное утро, можно сказать чудесное утро. Wonderful от слова wonder – чудо. Пишется, кстати, через o, но читается звук a. Wonder – чудо, значит, wonderful – чудесный. A wonderful morning – чудесное, замечательное утро. Теперь нужно сказать, что это было замечательное или чудесное утро. Ну, давайте опять попробуем сначала сделать это предложение в настоящем времени. Это замечательное утро. Вот, допустим, вы проснулись и говорите, замечательное утро. It is – это есть. It is a – потому что описание утра. It is a wonderful morning. Теперь из – с настоящего времени мы превратим в was – для прошедшего времени. И получится это было. It was a wonderful morning. А теперь зададим вопрос. Это было замечательное утро? Вот у кого-то интересуетесь. То есть it и was мы просто поменяем местами. Was it a wonderful morning? И будем отрицать. Это не было замечательным утром. Или это было незамечательное утро. It was not a wonderful morning. И последнее, шестое предложение. Они были в школе. Вспомним, что в школе – это устойчивое выражение at school. Именно с этим предлогом без артикля. At school. Сюда же еще относятся at home – дома, которое было в первом предложении. И at work – на работе. At home, at school, at work. Итак, они были в школе. Если они сейчас в школе, как мы скажем, то есть они находятся в школе. They are at school. Но у нас упражнение требует прошедшего времени. Поэтому are мы превратим просто в were. They were at school. Зададим вопрос. Они были в школе? Меняем they и were местами. Were they at school? И нужно сказать о том, что их не было в школе. Они не были в школе. They were not at school. Ну, а теперь все данное упражнение подряд. Только здесь не просто будет теперь шесть предложений, а мы же превращали их в вопросы и отрицания. Поэтому получится у нас шесть умноженное на три. То есть таких восемнадцать предложений. Приступаем. В номер три сделаю тоже в прошедшем времени. Здесь просто опечатка, скорее всего. Продолжение следует... That book was interesting. Was that book interesting? That book was not interesting. They were in London in September. Were they in London in September? They were not in London in September. It was a wonderful morning. It was a wonderful morning. Was it a wonderful morning? It was not a wonderful morning. They were at school. Were they at school? They were not at school. That would be fun. Thank you. Thanks. Thank you. Продолжение следует...